Шестое право, я имею право сказать, я не знаю. Ты знаешь, перед тем, как ты будешь говорить, я вспоминаю, мне тогда было 23 года, я только переехала жить в Венгрию, и у меня была одна подруга, которая вышла замуж за американцев. И она приехала ко мне в мой город, где я преподавала, я только стала преподавать. Сначала вела венгерский язык, потом английский язык, и она у меня спрашивает, «А что ты делаешь, когда у тебя студенты что-то спрашивают, и ты не можешь ответить на вопрос?» И я ей говорю, у меня такого еще пока никогда не было. Я говорю, вообще, мне это будет ужасно, если меня что-то спросят, и я не могу ответить на это ничего. Она уже много лет тогда к тому времени жила в Америке, и она говорит, «А у нас все нормально, вот задают вопрос, если я не знаю ответа, то я тогда говорю, что сегодня я не могу вам ответить на этот вопрос. В следующей неделе я подготовлюсь и отвечу, и тогда все прекрасно». Есть, правда, интересные такие культурные особенности. Смотри, я говорил о том, что в прошлом интервью, я говорю, что 10 прав уверенного человека, ну или ассертивного человека, они пресекают все основные направления стратегии манипуляции. И одна из таких мощных манипуляций, такая ловушка, что нам стыдно показать себя незнающими. И стыд – это такая сильная эмоция, чувство, чтобы на грани переносимости, когда мы прикасаемся только к переживанию стыда, нам хочется отшатнуться и сделать что-то, чтобы в стыде не находиться. И тогда, если нас ставят перед тем, что мы не знаем, если для тебя невыносимо это сказать, что «я не знаю», то тебя в эту ловушку, ну при помощи, как там, я не знаю, при помощи палочки, очень легко загнать туда, ну куда нужно манипулятору. Не обязательно злодею какому-то, ну просто человек, который хочет тебя куда-то, какому-то решению подвести. Если с одной стороны огненная стена стыда, с другой стороны вот это необходимость сказать «я не знаю», тогда приходится бежать, ну куда тебя направили между этими двумя штуками. Я сейчас думаю, что интересно, ведь когда я учился в университете практической психологии, Николай Иванович Козлов совсем, ну для него не свойственно говорить о том, что он все знает и так далее. Наоборот, он очень легко может сказать «давайте подумаем», а давайте подумаем вместе. Вот, ну, я сомневаюсь. Но при этом я вспоминаю, что слова «я не знаю» и тому подобное скорее в наших табличках относили к языку жертвы. Не автора своей жизни, а жертвы обстоятельств. Ну, я не знаю, у меня не получилось, я постараюсь, я попробую. И тогда в рамках синтон-подхода это вроде бы такие осуждаемые вещи. И здесь, правда, такая очень интересная тонкость, что признать, ну, с одной стороны, что я знаю не все нормально, но прямо сказать, как будто бы осуждаемо, невозможно. Вот давайте вместе подумаем, да, то есть начать какое-то действие, а зафиксировать свое незнание, как будто расписаться в своей беспомощности. Во всяком случае, я это так воспринимал. Это не про то, что заложено именно в синтон-подходе, но это мое восприятие. И для меня стала революцией, когда я начал учиться в Московском гештальт-институте. И я ведь на самом деле очень много лет, с 2001 года я начал уже консультировать, вести тренинги, но это были разовые консультации. Я не вел длительную индивидуальную работу, и я очень быстро осознал, с чем это связано. Я просто боялся того, что в какой-то момент кончатся мои техники, мои приемы, мои знания, как воздействовать, что делать с клиентом. И клиент вдруг мне скажет, что, Евгений, ну, а вот мне это не помогло, а что делать дальше? Не работает. И это было настолько ужасно, это было вот то самое внутреннее прикосновение к стыду, которое блокировало, при том, что многие годы я понимал, что дело в этом. Но все равно обдумывать об этом было настолько неприятно, что я не пытался делать какую-то длительную работу психологическую с клиентами. И я себе объяснял, понимая, что это такие объяснялки, что, ну, вот это действительно существует такая ниша разовых консультаций. Люди действительно получают результаты. соотношение затрат и денег, и, ну, пользы здесь хорошие могут быть. И это все была правда. Но, тем не менее, вчера у меня было 9 часов сессий с клиентами, с частью из которых я работаю, там, несколько месяцев, с частью работаю второй год. И люди, они получают свои результаты, они благодарны мне, и они готовы совершенно в здравом сознании, видя ту пользу, которую они получают, работать дальше. И это точно ситуация выигрыш-выигрыш. И произошло это благодаря тому, что на первых сессиях, на первых трех дневках я увидел, как наши тренеры на демонстрационной сессии, когда они в аквариуме, на глазах у всей большой группы работают в учебном формате с кем-то из нас, и они легко могут сказать, я не знаю. И это не технический, не манипулятивный прием. Это правда, но замечание реальности, признание того, что они не знают. И человек не убегает с криками, и группа не встает и не расходится. А-а-а, ну какой же ты тренер, какой же ты психолог, если ты не знаешь, ты чему у нас научиться собрался? Действительно, все остаются на своих местах. Действительно, никто, правда, не знает. Но на этом диалог не заканчивается. На этом люди продолжают говорить, думать, общаться. И вместе находят какие-то варианты. И я так люблю сейчас в своей практике и консультанта, и дештальтерапевта, и бизнес-тренера. Прямо говорить, я не знаю. Это настолько освобождающе, это настолько дает возможность честного взаимодействия с собой и с миром. И попробуй, поманипулируй теперь вот этим страхом незнания. И последняя, наверное, такая зарисовка. По поводу буквального применения, я не знаю, очень много лет назад, ну где-то в начале десятых, я в Москве приехал на одно из своих обучений и зашел в парикмахерскую, спрашиваю стоимость, сколько постричься стоит. Я все-таки там, стричься мне еще требуется периодически. И мне говорят 200 рублей. Ну, 200 рублей подходит. Мастер меня стережет, я подхожу к администратору, даю 500 рублей, и она мне дает 200 рублей сдачи. Я говорю, подождите, мне сказали, это стоит 200 рублей. Она сказала, ой, я не там посмотрел, а в прайсе, на самом деле это стоит 300. И вот я стою, и я понимаю, что противоречивые чувства. С одной стороны, я взрослый дяденька, но 100 рублей, ну слушайте, даже там 7-10 лет назад, это не такие большие деньги были. Что из-за этого как-то спорить, конфликт разворачивать, не серьезно. А с другой стороны, я понимаю, что если я сейчас уступлю и пойду по улице, то дальше у меня будет вот это чувство использованности. Это очень характерное чувство треугольника Карпмана, вот это спаситель, жертва палача, чувство жертвы, вот это чувство щемящей тоски, что я же все правильно сделал, а меня как будто ноги вытерли. Вот это вот. И треугольник Карпмана запускается как раз понятием продолженствования. Вот это категорическое моральное требование. Если я считаю, что есть какое-то категорическое моральное требование, что я что-то должен или что-то не должен делать, все, я в игре, я в этом треугольнике. И у меня растерянность, я не знаю, как поступить, но у меня, видимо, на автомате, вот когда-то впечатавшиеся уже в печенке многократными повторениями, и я буквально выдаю. Ну, говорят, что в стрессе любой нормальный человек тупеет, мы выдаем только то, что доведено до автоматизма. И я говорю администратору, вы знаете, я не знаю, как мне поступить в этой ситуации. И стою, и стою, и не беру эти 200 рублей издачи. В это время подходит мастер и говорит, ты 200 рублей сказала? Она говорит, да, и возьми 200. И все, они с меня взяли там 200 рублей, и я пошел. Но вот это вот, право сказать себе и другим людям, я не знаю, и не провалиться от стыда. Да, это здорово, это то, что ты говорила, это очень здорово. А ведь многие люди, они смолчали бы, они смолчали бы, потому что подумали бы, ну что, эти 100 рублей абсолютно ничего дела не решают. А потом действительно, потом шли бы и думали бы, что я прям как коврик такой был. Так что классно. Жень, ты сейчас рассказывала, и я вспомнила один случай. Мне, наверное, было лет 15. У меня была очень хорошая подруга тогда, и ее папа, доктор наук, сын академика, очень известный физик, которого я побаивалась. Побаивалась, потому что он очень часто мог задать какой-то вопрос. Причем вопрос был такой, что вот задает тебе, и хочет, чтобы ты не ответила на него. И задал вопрос мне какой-то, я уже не помню, что-то было связано или с литературой, а я тогда собиралась поступать на филфак, или, может быть, с импрессионистами, не помню. Я не могла ответить на этот вопрос, и он стал смеяться. И такой какой-то смех был неприятный, что это у меня запомнилось на всю жизнь. И мне в течение многих лет после этого казалось, что это самое ужасное, если вдруг я приду на экзамены. Или потом уже, когда я стала преподавать, если у меня студент спросит, что что-то, я, например, не могу ответить на этот вопрос. А потом я в 98-99 году провела год в Калифорнии, в Калифорнийском университете, получила научную стипендию, и периодически ходила на лекции и на семинары. Мне не обязательно было ходить, но я ходила. Я там слышала, какие вопросы задавали американские студенты. И я так думала, если бы я такой вопрос задавала, я бы провалилась бы сквозь землю, чтобы показать, насколько вообще человек не смыслит в этих вещах. А у них совершенно по-другому. Они обучены как раз ассортивностью. Очень многие из них владеют этому учат с самых малых лет. И им было абсолютно не стыдно отвечать на какие-то вопросы, какие-то тупые вещи говорить, или задавать такие вопросы, которые, как мне казалось, просто было неприлично задавать. Да, ты сейчас говоришь, я вспоминаю начало своей практики акушерогинеколога, когда там сразу после шестого курса поехал в село. И вот я первый год работаю, и приезжает комиссия или как-то называлась, я не помню, из областного роддома. И главврач областного роддома Афанасьев. И вот то, что он мне сказал, я не помню по какому-то поводу, но фразу я запомнил о том, что если что-то непонятно, спрашивайте, лучше пять минут побыть дураком, чем всю жизнь делать неправильно. И это прямо было очень уместно. Я думаю, это на все времена. Да, 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 конечно. А потом, ты знаешь, потом я помню, я еще через несколько лет после того, как провела год в Калифорнии, я еще ездила на какую-то конференцию, и там я помню, кто-то мне что-то рассказывал, и где-то кивала. Но на самом деле, когда я кивала, я понимала, что я соглашаюсь, но я не знаю то, что говорил данный человек. То есть, ну, кивок, он же может начать согласие. Со одной стороны, с другой стороны, что да, да, я это знаю, прекрасно. И мне тогда было стыдно признаться в том, что я чего-то не знаю. Сейчас уже после того, как прошла такое количество тренингов и закончила обучение в университете практической психологии, прошла транзактный анализ, сейчас как-то абсолютно запросто могу сказать, что я не знаю. И не знаю, я не могу всего знать. Все. И тогда вообще. И вы меня там, если хотите, чтобы мне стало стыдно, мне не стало стыдно, что я этого не знаю. Зато знаю что-то другое. Да, очень интересное право. Я думаю, что это право, кстати, очень важно знать тем людям, для которых важна интеллектуальность. потому что у нас имеется какое-то такое представление о том, что мы должны знать все, в особенности в нашей области. Или, например, даже для начинающих психологов я знаю, что очень многие, например, боятся начинать консультировать или работать коучем, потому что они боятся того, что чего-то они не знают. И для них этот синдром самозванца для очень многих это что-то такое устрашающее. А можешь сказать пару слов про этот синдром самозванца? Слушай, когда начинаешь заниматься какой-то профессиональной деятельностью вначале, сначала страшно, а потом, когда ты все-таки это начинаешь практиковать, очень быстро появляется вот тот самый эффект Даннинга-Крюгера, такое полное ощущение, что вообще знаешь все, остались только мелкие детали. Я помню в первый год, когда я уже параллельно с учебой начал работать психологом, у меня очень быстро возникло это ощущение, что вообще все люди приходят примерно с одними и тем же. И даже немножко скучно, как одними и теми же простыми способами можно отвечать на их искание. А когда я в эти первые годы ходил на тренинги, то я быстро, с удовольствием замечал, как все, что дается на этих тренингах, я вообще-то знаю, но иногда, может быть, какие-то интересные нюансы, но они и дают. Но их я тоже знаю. И это такой, наверное, неизбежный этап дилетантизма. Но если ты на этом не останавливаешься, дальше наступает та самая бездна незнания, когда чем ты реально начинаешь глубже погружаться в профессию, в практику, тем больше ты начинаешь реально понимать, насколько ты не знаешь. Никто лучше тебя не знает, насколько ты некомпетентен. И, наверное, это совершенно здоровое переживание, здоровое чувство, здоровое осознавание реальности. Важно, чтобы это не блокировало твою деятельность. Вот, наверное, синдром самозванца, это когда это здравое переживание, понимание того, что ты не всесилен, что у твоей компетентности есть границы, что, ну, допустим, через три года, пять лет, десять лет ты в той же ситуации был бы компетентнее, мог бы быть более полезен для человека с большой вероятностью, чем теперь. когда вот все это понимание начинает как-то блокировать твою работу, твою деятельность, твою вообще активность, твою решительность. И тогда из этого люди действительно вместо того, чтобы начать работу психологом, поучим, они выбирают еще поучиться, еще какие-то курсы пройти, еще что-нибудь в надежде на то, что доберут знаний. А это фундаментально невозможно. То есть любому практическому, любой практической деятельности можно научиться только параллельно. То есть немножко теории, чуть-чуть дальше начинаешь практиковать, сталкиваешься с тем, что этой теории тебе не хватает, подтягиваешь теорию дальше и так далее. Невозможно сначала стать хорошим психологом или сначала стать хорошим коучем, а потом начать работать с живыми людьми. Это просто так не делается. Точно так же, как, к сожалению, и врачом, но я думаю в массе других областей. Я сейчас столкнулась в последние несколько недель с таким, что я летом дописала докторскую диссертацию по лингвистике. Она на венгерском языке сначала... Для меня звучит... Я написал так через запятую докторскую диссертацию. Она по лингвистике. Она на венгерском языке. Для меня, знаешь, кажется, звучит как превосходная степень. И ты знаешь, и уже нужна там масса формальностей. Уже диссертации у меня написаны. Уже два моих хороших друга проверили с точки зрения там нет ли ошибок. Исправили все. И вдруг несколько недель назад появилась какая-то такая дрожь в стиле. Ой, меня забалит. Я не пройду. И хотя я знаю, что у меня публикаций достаточно. И всего там достаточно. И, наверное, вообще это все там тупое. Я тупая. И никакие мои выводы никому не нужны. И результаты никому не нужны. А потом, с другой стороны, с моей спиной одна книга в Англии издана, другая книга в Будапеште и так далее. То есть я прекрасно понимаю, что я знаю, да, завалить можно любого человека. С одной стороны, тут я уже ставлю сейчас себе цель, что в течение там где-то 10 дней я уже все хочу отвести распечатанную докторскую и сдать ее в Академию наук. А дальше будь что будет. Будь что будет. Женя, давай тогда с тобой сейчас обсудим следующее право. Это уже седьмое право. Одну секунду, одну секунду. Я тебе хочу откликнуться одним мощным заклинанием. Да. Да, вот это как это экспертом, патроном или как-то там называлось в Гарри Поттере. Несовершенен, но достаточно хорош. Несовершенно, но достаточно хороша. Ну вот это правда очень хороший хороший рецепт, когда появляется такая тревожность по поводу своей компетентности. в любой области. Да, спасибо. Спасибо. И ты знаешь, да, я себе тоже это пыталась сказать, но иногда бывают такие моменты, когда думаешь, нет, недостаточно хорошо. Я помню, когда моей дочери, наверное, было года два, то я читала книгу «Достаточно хороший родитель» на английском языке, и я поняла, что я достаточно хороший родитель или прекрасные родители, и это как-то так помогло. Субтитры подогнал. Субтитры подогнал «Симон»